То, что мы имеем сейчас Результат того, что у нас было раньше Я вам не завидую Во время своего президентства Виктор Фёдорович усердно работал Работал на благо семьи Всё в дом, как говорится А чем больше дом, тем больше всего И семья счастлива, и батон золотой На благо своей семьи Янукович, как оказалось, работал под чутким руководством президента России Треба, мне кажется, понимать психологию, прежде всего, пана Путина Для него Янукович – это не больше, чем дробный агент Потребование дорожного Только в секретных материалах вы получите доказательства КГБшного прошлого Януковича И узнаете, почему Виктор Фёдорович продал свою страну Владимиру Владимировичу КГБ, Комитет государственной безопасности Это Владимир Бойко, украинский журналист, который первый выяснил Что Виктор Янукович в молодости дважды был осуждён Ирония судьбы Борясь со свободой слова, Донецкая система правосудия выпустила в мир самый страшный свой секрет В изоляторе тимчасового тримания, куда меня доставили Я познакомился с интересными людьми И сусід по камеру рассказал про то, что Донецкий губернатор на самом деле Мав полис судимости, он входил в злочинное группование После того, как журналист вышел на свободу Виктор Янукович, который публиковал сенсационное разоблачение, система запаниковала Начито представлял Радянский союз на легендарных автоперегонах Лише сгодом я довелся, что как раз в том году, в 1974 году, таких автоперегонов в принципе не было через энергетическую кризу Первый раз ещё несовершеннолетнего Виктора Януковича признали виновным в разбое и ограблении Принято считать, что первый раз Янукович сел за шапки Но на самом деле, не за шапки, а за часы Через год после освобождения Януковича сажают вторично На сей раз за избиение Но удивительным образом, вскоре после освобождения судимости с него снимают Когда криминальные истории вылазят наружу, Януковичу не остаётся ничего другого Как признать, ходки на зону так и были Осенью 2002-го кандидат премьер-министра Янукович сообщает о своих судимостях После этого украинцам начинают убеждать, судимости аннулированы, а Янукович без вины виноватый В 2002 году журналистов свозили на родину премьер Януковича в Янакиево Нашли соучастников, свидетелей и даже судей И те активно убеждали журналистов, что Янукович на самом деле не виноват В первом случае Виктор Фёдорович благородно спас друга и взял на себя не свою вину Об этом свидетельствует Юрий Целовальский, тот самый друг В апелляционном суде Донецка тогда журналистов убеждали, что Янукович не виноват Потому что не бил и вещи не отбирал, а просто наблюдал Согласно с местной постановой президиции, потерпелый Савенко Со своей совмешанкой Бозыг, пребывающей в стане сильного алкогольного спьянения 29 жовтня 1967 года Зустрелся с засудженным Целковским, Масловым и Януковичем Засудженный Целковский, а потом Маслов побили потерпелого Савенко А потом забрали деякие его особистые вещи Что касается второй судимости, то там Янукович тоже не виноват Так как избил человека, защищая прекрасную даму И тут нашёлся живой свидетель Однако буквально через два года Украину шокирует новое разоблачение Документы о снятии судимости с Януковича «Подделка» В 2005 году прокуратура Донецкой области возбуждает криминальное дело по факту подделки документов На решение о снятии судимостей, датированном 1978 годом, подпись секретаря, которой на то время было 7 лет Поддельные документы в Украину пришли из Москвы Что обещал за это Янукович своим московским друзьям, до сих пор секрет Все настоящие документы просто испарились Дела заключённого Януковича исчезли как с судебных архивов, так и с тюремных Но позже всё же всплывают некоторые детали официальной версии судимости Януковича Стало известно, что первый срок он мотал в Кременчуцкой колонии для несовершеннолетних А второй – в Янакьевском СИЗО Бывший начальник той самой Кременчуцкой колонии фактически подтверждает эту информацию Не хочу об этом говорить Это не незачем сейчас говорить Сейчас этих людей снято, никто не имеет права этого вспоминать Этот человек, бор со стажем, говорит, что сидел с Януковичем в Янакьево Мужчина утверждает, что Януковича в тюрьме уважали только в кабинете администрации тюрьмы Он тут по-любому будет с администрацией, почему? Потому что он и есть с администрацией Были такие случаи, что опускали, опускали и совместно одевали, и отправляли до девочек Неужели Янукович сотрудничал с администрацией колонии? В местах по избавленной воле Янукович установил тесные контакты с, возможно, офицерами КГБ Можливо, с другими спецслужбами, в частности, милицейскими Не секрет, что в всех местах по избавленной воле активно действует Ведется работа по вербованию увязненных Они схиляются до співпрасти с администрацией И сам факт того, что он до старого вышел, свидетельствует на поры такого пропущения В тюрьме молодой Янукович был завербован в КГБ Сотрудничество с КГБ на самом деле объясняет в биографии Януковича очень многое И, напевно, в Москве знали справжнюю биографию Донецкого губернатора Так вот, вопрос, а чи не было шантажом, чи не было вербовки Как бывший осужденный в советское время мог поступить в институт с военной кафедрой Если в училище его арестовывали просто на занятиях После института Янукович вступил в КПСС И стремительно пошел вверх по карьерной лестнице В 2010-м он стал президентом И про стадюмости вспоминал нечасто и не конкретно В 1970-м году я попал в тюрьму В 1972-м году она меня ждала Освободился И сразу после этого, через два месяца, женился Россия решила поставить на Януковича только из-за его криминального прошлого Настоящие дела, где подробно описаны все преступления молодого Януковича Наверняка находятся в Кремле Крымский Аксенов, лидер сепаратиста в Южной Осетии и Кухойта Дважды судимый Янукович Этих козлов, которые нам постоянно мешают жить Путину по соседству не нужны настоящие политики Ему нужны марионетки, которых легко покупать и легко шантажировать Он входил в злочинное угруппование Янаковское Туда входило две известных людей Это сам Янукович и недавний министр агропромполитики Просяжной Безпосредним куратором цих людей був також відомий діяч на прізвиська Юра Янаківсь А, так би мовити, хрестным батьком Януковича, який ввів зарублево в цей світ, був Анатолій Зуїв Толик Зуї відомий людина в Янаковому, Толик Зуї живе зараз в Москві И, наскільки я знаю, він не тільки є кумом Януковича, але і підтримує достатньо тісні контакти з спецслужбами Російської Федерації І саме він виступав посередником між Януковичем і спецслужбами Росії Самые основные политические решения президента Януковича были пророссийскими, харьковскими соглашениями Янукович фактически начал сливать Крим Потом был закон про официальный статус региональных языков Минимальное финансирование вооружённых сил Украины і ліквідація в СБУ-отдела, який займався поїмкою русських шпионів, тож кремлівські таблетки Президент України і його окруження в последні годи сосредоточено розворовували країну Политические решения за українського президента принимав русський А сам Віктор Фёдорович жив только до тех пор, пока нужен Путину Я жив Но большой потребностей у Путина в бывшем зеке уже нет Поэтому вскоре трансляції з Ростова могут прерваться